Заметки Электрика Не автомат, не диф-автомат, а многофункциональным устройством или изделием. Дело в том, что оно объединяет в себе одновременно 6 устройств и обладает следующими функциями. Первое – это защита от короткого замыкания и перегруза. Это у нас функция автоматического выключателя. Второе – защита от возникновения утечек в электрической сети. Это у нас функция УЗО. Третье – защита от превышения напряжения. Это у нас функция реле напряжения. Четвертое – защита от импульсных перенапряжений. Это у нас функция УЗИП. Пятое – защита от дугового пробоя. И шестое – оно еще дополнительно обладает функцией дистанционного отключения. Устройство имеет такой широкий функционал. Тем не менее, по размерам занимает всего 3 модуля. Это, я считаю, хорошим преимуществом. Вспомните, например, те же громоздкие дифавтоматы серии OptiDine WD-63 от Kaas или динозавров AD-14 от EG, старой серии EG, которые при меньшем функционале занимали гораздо больше места в щите. Здесь же всего 3 модуля. Тем не менее, нижняя часть устройства для подключения нагрузки имеет нестандартный габарит. И, как видите, при установке его в щит, необходимо заранее предусмотреть дополнительное место снизу. Видите, сколько мало места осталось. В данном случае подключить проводники нереально, потому что при подключении жил к нижним клеммам устройства производитель требует снимать изоляцию, вот здесь подсказка есть, аж на 40 мм. То есть, представляете себе? Ну, на 40 мм зачистка жилы сделана для того, чтобы при таком глубоком вводе гарантированно попасть под зажимы клемм и не затянуть жилу вместе с изоляцией. Кстати, еще не очень удобно выполнена защелка для снятия устройства с Динрейки. То есть, я когда устанавливал его на Динрейку, здесь виднелась часть, выступала часть защелки. Сейчас я ее защелкнул, и она стала здесь заподлицо. Вопрос, как снять данное устройство? Вот как-то сбоку, наверное, можно подлезть. Вот, видите, вот оно выступило. И сейчас можно снять устройство. Как-то этот момент тоже не предусмотрели производители. К данному устройству можно также подключить дополнительный блок контакты PS2529. И в случае аварийного отключения устройства выдавать звуковой или световой сигнал, например, диспетчеру на подстанции. На ощупь пластик вполне добротный. И даже чем-то напоминает мне пластик у автоматов Итан. Такой же гладенький. Верхние клеммы выполнены с возможностью подключения гребенки в виде форк-вилки. Вот сюда вот. То есть, здесь подключаются у нас проводники, а здесь устанавливается гребенка в виде форк. Если двухполюсные, то здесь у нас не получится, так как устройство трехполюсное. Если применить трехполюсную, то тогда надо будет откусывать третий полюс. Скорее всего, можно их объединить только трехполюсной гребенкой. Правда, при этом гребенка, скорее всего, заслонит выводы для дистанционного управления. Ну или, по крайней мере, будет очень близко соприкасаться с ними. Почему производитель, для исключения такого, не вывел вот эти вот выводы, например, куда-нибудь вниз? Было бы гораздо удобнее. Здесь, как-никак, силовая часть, ввод, гребенка. А здесь мы подаем уже более низкое напряжение. И все это здесь как-то соприкасается рядом. Но, опять-таки, это при условии, что мы будем объединять данные аппараты гребенкой. Если же делать все перемычками, вот здесь проводниками, то ничего здесь не помешает. Ну а теперь я проверю каждую его из функций в отдельности. Функция защиты от короткого замыкания и перегруза. Это у нас функция автоматического выключателя. Номинальный ток устройства у нас составляет 16 А. Вот здесь вот видно на корпусе. И тип время токовой характеристики у нас С, то есть С16. Я сейчас вдаваться в подробности время токовых характеристик не буду. Об этом вы можете подробно ознакомиться в отдельных моих видеороликах про ВТХ автоматов В и С характеристики. Напомню, что согласно ГОС-5345 при токе 2.55 от номинального, тепловой рассыпитель должен сработать за время не менее 1 секунды и не более 60 секунд для нашего устройства. Согласно технического описания, данное устройство имеет электромагнитный и тепловой рассыпители. Только вот установлены одни только в одном полюсе. То есть это не полноценный двухполюсный автомат 2P, а однополюсный автомат, но с нулевым полюсом. То есть 1P плюс N. Тем не менее, это нужно еще и проверить. В общем, я пока подразумеваю, что у нас защита установлена в фазном полюсе. То есть вот в этом. Вот как видите, я уже подключился к фазному полюсу. Здесь вот использовал стандартные переходники, а вот здесь вот из-за опять же вот этой выступающей нестандартной части пришлось делать соединение с помощью дополнительного проводника, потому что мои стандартные провода сюда не лезут. С учетом температурного коэффициента нам нужно навести ток 42,8 А. В общем, я ток уже навел. Поехали! Оп! Автомат у нас сработал. Ну, ток даже чуть меньше был, 42 А. Время 13,42. Теперь проверим электромагнитный расцепитель. Согласно ГОС-50345, при пятикратном токе у нас устройство должно отключиться за время не менее 0,1 секунды. То есть наводим ток 80 А и замеряем время. Включаем и смотрим. Оп! Отключился. Ток 78,61 и время 3,44. Отлично. Далее у нас 10-кратный ток. Опять же, согласно того же ГОСТа, при 10-кратном токе устройство должно отключиться за время менее 0,1 секунды. То есть наводим ток 160 А и замеряем время. У меня уже все наведено, все готово. Оп! Отключился. Время 6,4 миллисекунды. Отлично. Ну, давайте еще раз сделаем. Оп! Отключился. Время 6,5 миллисекунд. Замечательно. Так, ну, ради интереса я выкручиваю эволатор на максимум и проверяем вообще максимальный ток, который у меня можно выдавить с устройства. Отключился. Вот ток 282 А, 3,8 миллисекунды. То есть устройство у нас даже отключило ток почти 300 А. Итак, тепловой и электромагнитный рассыпители соответствуют требованиям ГОСТ 5345 и заявленным характеристикам завода Элта. А теперь прогрузим, ну, только уже не фазный, а второй, нулевой полюс. Чтобы удостовериться, есть в нем все-таки защита или нет. Вот, подключил уже этот на полюс нулевой. И вот здесь хотел вам показать зачищенную жилу на 40 миллиметров, как того требует производитель. Сейчас навел, не знаю, около 80 или 100 А. В общем, смотрите. 100 А. Никакая защита у нас не отрабатывает. Вот еще раз, смотрите, включаю. То есть устройство у нас не отключается. Это еще раз доказывает о том, что данное устройство в нулевом полюсе не имеет ни теплового, ни электромагнитного рассыпителя. Вся защита установлена только в фазном полюсе. Не подумайте, в этом нет ничего запрещенного или страшного. Это лишь равносильно однополюсному автомату, который также повсеместно используется для защиты электропроводки. Функция защиты от возникновения утечек в электрической сети. То есть функция УЗО. Сейчас вдаваться в подробности проверки дифференциального элемента я не буду. Если кому интересно, то можете посмотреть видео про методику проверки УЗО и дифавтоматов. Там я все подробно рассказывал. Для измерения отключающего дифференциального тока, тока уставки, я буду использовать прибор МРП-200. О нем я тоже рассказывал в отдельных своих видео. У нас устройство имеет тип АС. То есть срабатывает при возникновении переменного тока утечки. Является не селективным и имеет номинальный дифференциальный ток 30 мА. Вот это здесь все указано на корпусе. Так, ну вот я подключил наше устройство к сети. То есть эта фаза, это 0. От него я запитал розетку. И к розетке подключен ПЕ-проводник. В общем, включаем наше устройство. Так, ну и в первую очередь, наверное, проверим кнопку тест. То есть нажимаем и удерживаем ее, по-моему, там 3 или 5 секунд. Оп! Устройство у нас отключилось. Включаем. То есть если горит зеленый светодиод, то устройство включено, напряжение в сети в норме. То есть нормальный режим работы. Когда у нас горит светодиод, как в данном случае, то есть это перед этим было отключение по току утечки. Это очень удобно, а тем более учитывая то, что у нас многофункциональное устройство, и каждое отключение сопровождается определенным свечением индикатора. И что сразу дает понять потребителю причину отключения. Да, кстати, забыл сказать, что данное устройство, то есть дифференциальный элемент данного устройства, является электронным. Про преимущества и недостатки электронного и электромеханического дифференциального элементов я рассказывал вам уже в отдельном видео. Можете перейти и посмотреть у меня на канале. Так, ну в общем, все у меня подключено. И нажимаем кнопку старт. Поехали. Оп! Так, устройство у нас отключилось при токе 15,2 мА. Данное значение удовлетворяет требованиям ГОСТ 51326. Напомню, что согласно этого ГОСТа, номинальный не отключающий дифференциальный ток должен быть не меньше 0,5 от номинального тока уставки. То есть измеренное значение у нас не должно быть ниже 15 мА. У нас 15,2, что вполне подходит под требованиям ГОСТа. Так, давайте я сменю синусоиду на 180 градусов и произведем повторный замер. Поехали. Поехали. Также 15,2. Отлично. Теперь произведем измерение времени срабатывания дифференциального элемента на уставках 1, 2 и 5 кратных от номинального тока уставки. Требования к максимальному времени отключения устройств типа АС указаны также в ГОСТе 51326 таблицы 1. То есть я установил сейчас переключатель на однократный ток. Выставил также 30 мА. Поехали. Оп. Время отключения составило 68 мс. Поставил двукратный ток. Поехали. Оп. 50 мс. Чуть быстрее. Чуть при однократном токе. Давайте еще раз. 48 мс. Давайте дальше. Пятикратный ток. Это у нас 150 мА. Замеряем время. Также 48 мс. При пятикратном токе мы чуть-чуть не уложились в требования ГОСТа. Там у нас по ГОСТу 0,04 секунды. А у нас не более 0,04 секунд. А у нас отключилось за 0,048 секунд. То есть 0,008 не прошли. Но это все, в принципе, можно объяснить в пределах погрешности наших измерительных приборов. Поэтому можно смело сказать, что данное устройство удовлетворяет требованиям ГОСТа. Третья функция – это функция защиты от превышения напряжения. То есть функция реле напряжения. Данное устройство обладает функцией защиты от превышения напряжения. Уставка составляет 265 Вольт. Вот оно здесь указано на корпусе. Плюс-минус 10 Вольт. Очень странно, опять-таки, что нет защиты от понижения напряжения. Ведь при том же обрыве нуля в трехфазной системе, трехфазной сети, при несимметричной нагрузке напряжение у потребителей может находиться в пределах от нуля и до линейного напряжения 380 Вольт. Об этом я вам показывал наглядный эксперимент. Причем выход из строя оборудования может произойти не только от повышенного напряжения, но и от пониженного. Например, любые двигательные нагрузки, компрессор холодильника и тому подобное. Подал напряжение 221 Вольт. Ну а теперь плавно повышаем напряжение и смотрим на реле. 230, 240, 250, 260 реле. Оп, 259, 8, ну 260 Вольт. А давайте теперь проверим, то есть устройство включил и теперь подам сразу 260 Вольт. Оп, 265 Вольт. Включаем. Горит индикация. Уменьшаем до номинала 220, скидываем, срабатываем. Четвертое это функция защиты от импульсных перенапряжений, то есть функция УЗИП. Здесь я сразу хотел бы сказать, что проверить данное устройство на перенапряжение у меня все равно не получится. Там достаточно сложная методика проверки, требующая специального оборудования. Там различные импульсные генераторы, определенные формы импульса и прочее, прочее. Поэтому здесь лишь ограничимся доверием к производителю. Но лично я не нашел никакой информации в технических характеристиках на данное устройство. Да и на корпусе ничего нет, никаких опознавательных знаков, что он является защитным устройством от импульсных перенапряжений. Нету обозначений, нету маркировки класса защиты, типа волны, токов и прочее, прочее. Ну в общем здесь остается, как я уже сказал, все на доверии производителя. Пятое это функция дистанционного отключения. Данное устройство можно отключить дистанционно с помощью внешнего источника. Напряжение питания для отключения должно варьироваться, может варьироваться в пределах от 5 до 30 вольт постоянного напряжения. Для чего это может быть нужно? Да по разным причинам. Но чаще всего данная функция необходима, данную функцию применять в случае возникновения пожара для отключения соответствующих автоматов, питающих систему вентиляции или систему кондиционирования. Это у нас СНИП есть такой, 4101, пункт 12.4. Например в школах, офисах, производственных цехах и тому подобное. Да и мало ли какие еще бывают у заказчиков потребности. Кто-то просто по щелчку кнопки хочет дистанционно отключить устройство. Причина может быть разная применение функции дистанционного отключения. Чтобы не устанавливать дополнительный к автомату независимый расцепитель наподобие РН47, про который я кстати подробно рассказывал, здесь эта функция уже у нас встроена в наше устройство. Сейчас на эти выводы подадим постоянное напряжение, ну 24 вольта давайте. Вот навел он 24 вольта по стоянке. Включаю, но ничего не происходит. Устройство не отключается. А знаете почему? Потому что оно у нас электронное и для его отключения необходимо напряжение питания. Вот так вот. То есть просто отключить его одним сторонним источником возможности нет. Подал я сюда напряжение сети 220 вольт. Ну а здесь я также буду подавать 24 вольт. Включаем устройство. Отключилось. То что оно отключилось дистанционно, никаких индикаций нет. Интересно, сюда достаточно импульса подать или можно держать сколько угодно напряжение? Не знаю, это надо уточнять у производителя. В паспорте тоже я ничего об этом не нашел. А сейчас попробуем отключить от минимального порога, то есть от 5 вольт постоянного напряжения. Вот 5,2 вольта устройство у нас успешно отключилось. Замечательно. Идем далее. Шестая функция. Это у нас функция защиты от дугового пробоя. Данная функция позволяет определять возникающие искрения на участке защищаемой цепи, сводя соответственно к минимуму возможное возгорание с последующим пожаром при неисправной электропроводке. В общем, я ни разу еще не тестировал подобное устройство с такой функцией, а потому сразу обратился в ГОСТ ЕК-62606. Это устройство защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое. Где подробно расписаны методики проверки подобных устройств на последовательные и параллельные дуговые пробои. На самом деле здесь тоже не так все просто. Есть свои требования. Допустимое количество полуволн дуги, да еще при различном напряжении питания, при различной нагрузке. Необходимы здесь соответствующие приборы. А потому даже с моим лабораторным оборудованием у меня, к сожалению, нет возможности сымитировать, провести проверку согласно этого ГОСТа. Я попробую лишь немножко поискрить какой-нибудь достаточно мощной нагрузкой. Ну, например, какой-нибудь сейчас нагреватель сюда включу 1 или 2 кВт. Поискрить и посмотреть, как вообще реагирует на подобное искрение данное устройство. Устройство у меня включено. И сейчас я попробую немножко поискрить. А вы посмотрите. Оп! Отключился. Давайте немножко... Ну, кстати, сразу горит у нас индикатор соответствующий. Видите, как только начинает постоянная искренняя такое, устройство сразу отключается. Ну, просто, если видите, быстро разрываю. Ничего особого не происходит. А если такую прям даю небольшую как бы дугу между контактами, то устройство срабатывает. Полезная функция, я считаю. Вот даже посмотрите мое видео, оно называется «Плохой контакт. Причина пожаров». Там у меня случился случай на подстанции, вернее, в комнате отдыха, где оплавилась розетка. Я потом имитировал плохой контакт. Вот, подобным образом делал плохой контакт, небольшое искрение. И при нагрузке, там, 15 А, по-моему, там вся розетка у меня поплыла по итогу. То есть, посмотрите, какие последствия могут быть от, на первый взгляд, обычной небольшой искрения. Нет, не тут-то было. Ну, вот, в принципе, на этом, наверное, и все. Я вам показал все основные функции данного аппарата, узла ЛТ-2Д. Показал работу его расцепителей, показал работу и измерил токи его дифференциального элемента. Посмотрели мы защиту от превышения напряжения. Посмотрели мы дистанционное управление. Посмотрели мы пробой. Рекомендовать и навязывать вам то или иное устройство, я считаю, неправильным. Каждый сделает выводы самостоятельно, основываясь, я надеюсь, на проведенные измерения и испытания данного устройства. Ну, а в заключение еще хочу добавить, что уже хочется опробовать в работе модульные устройства, там, модульные автоматы, которые можно не только отключать дистанционно, да, как вот сейчас вы делали, но и включать. И, насколько мне известно, то в свет уже такие устройства вышли. Ну, а на этом я завершаю свое видео. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно спрашивайте в комментариях. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч!